Акция по блокаде въезда в Крым была лидерами Меджлиса оглашена по стране в открытую около трех недель назад. Анонсирована, никто не скрывал, это было по центральным телеканалам, это было на государственном уровне заложено Джумилевым и Чубаровым. Все это оглашалось. То есть акция давно продвигается. Все знали, в том числе и бизнесмены, и водители никогда не поверили, что они не знали, что такое путь. На момент, вчера, на момент начала акции, по приезду сюда мы наблюдали уже к началу акции очередь из порядка 200 фур на этом направлении, на этом таможенном контроле. И, кроме того, на нейтральной территории уже находилось несколько фур. Логически нетрудно догадаться, как при оглашенной акции, до момента нашего приезда, когда еще мы никого не блокировали, здесь уже была собрана такая очередь. Это ясно, что со стороны, поскольку несколько фур уже было пропущено и все пространство на нейтральной территории занято, все машины были пропущены таможней Украины. Кроме того, эти фуры, которые стоят на нейтральной территории, я лично наблюдаю в течение суток уже на нейтральной территории. Это говорит только о том, что российская, так называемая российская таможня, их туда не пропускает. Поэтому я делаю вывод, что российская сторона была в этом заинтересована, чтобы это все было разогнано по телеканалам, чтобы в своих средствах массовой информации все, как всегда, перевернуть и показать, что делается российской, ой, украинской, прошу прощения, стороной на приграничном пункте. И представьтесь. Леонид Шипко, я представляю гражданскую организацию «Автомайдан Килип». Спасибо.